Главной целью социально-экономической политики является последовательное повышение уровня и качества жизни населения на основе стабильного развития экономики и социальной сферы. О том, что сделано в этом направлении в Ленинском районе, изложил в своем докладе глава Сергей Кошман на совещании районного актива по итогам работы униципалитета в первом полугодии 2013 года. Уже год как Ленинский район существует в новых границах. Несмотря на все сопряженные с этим потери, первое полугодие для муниципалитета было успешным. Качество жизни населения района выходит на новый уровень. Сельское поселение Володарское – динамично развивающаяся территория. Городское поселение Видное в 2013 году заняло третье место во всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование». Планомерно развивается городское поселение Горки-Ленинские. Строительство новых дорог, обустройство линий уличного освещения, комплексное благоустройство притомовых территорий, многое другое. В новом жилом комплексе Булатниковского сельского поселения Бутова парк уже к 1 сентября будут открыты детский сад и школа. Можно ругать власть, говорить, что что-то делается не так. Но сейчас за последние годы стало ясно, что власть всячески делает все для того, чтобы людям жилось лучше, радостнее и светлее. Дальнейшее развитие экономики невозможно без решения транспортных проблем. Движение – это жизнь, сказал свое выступление глава района Сергей Кошман. Только пассажирско-автотранспортным предприятием «Видного» было перевезено свыше 7 миллионов пассажиров. По наказам избирателей запущены новые маршруты автобуса в дальние деревни и до станции метро Орехова, бульвар Дмитрия Донского. Гордость «Видновского края» – троллейбус. Экологически чистый вид транспорта. За первые полугодия предприятиям было перевезено свыше полутора миллионов пассажиров. Мы вообще планируем развивать троллейбусный транспорт. Понятно, что он для нас достаточно трудный, затратный. Доходы консолидированного бюджета района в первом полугодии составили полтора миллиарда рублей. В районы бюджет поступило 900 миллионов, в бюджеты поселений – 600, что выше уровня 2012 года на 18%. В бюджете 2013 года сохранены все виды районных льгот и выплат работникам муниципальных учреждений. Общий экономический оборот вырос на 7%. Сохранена и увеличена численность работающих на предприятиях района. Основные направления развития промышленного комплекса района связаны с дальнейшей модернизацией существующих и открытием новых производств. Например, ЗАО «Газдевайз» закрыло убыточное производство газовых котлов, сохранив при этом выпуск бытовых газовых счетчиков, пользующихся спросом. Важнейшая отрасль жизнеобеспечения человека – это жилищно-коммунальное хозяйство. Работники этой службы достойно провели отопительный период 2012-2013 года. Сейчас активно ведутся работы к новому зимнему периоду. Управляющая компания ЖК Холенинского района стала лучшей в областном рейтинге. Дальнейшая координация и объединение усилий всех структур для решения приоритетов развития в областной программе «Наше Подмосковье» – основная задача администрации района. На встречах представителей власти с трудовыми коллективами, с жителями, в откровенных разговорах находятся общие пути решения насущных проблем. Власть должна быть открытой. Больше встречайтесь с людьми, общайтесь, рассказывайте о том, что делается. Люди всегда поймут, если ты занимаешься делом. Председатель Совета депутатов Ленинского района Валерий Венцель в своем выступлении отметил, что из всех решений, а их было принято более тысячи, важнейшими являлись исполнение устава района, формирование бюджета и выполнение его. Проведенный анализ показывает, что показатель выполнения наказов колеблется от 50 до 80% по разным поселениям. За личный вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района на совещании многие были удостойны наград. Более 30 лет трудится в Центральной районной больнице Екатерина Левшицкая. Из них 22 года она проработала в таком сложном и ответственном отделении, как хирургическое. Теперь вот дневной стационар у меня. Иногда же приходят на костылях, на палках, там с палочками, идут с клюшечками. Бабуль, как дела? Да получше, дочек, получше. Это ли не удовлетворение? Маркина Надежда работает в сфере обслуживания населения. Сразу после школы я пошла в техническое училище, отучилась, стала работать спортной. Потом за хорошую работу направили меня учиться на закройщицу, так же отучилась. Вот уже больше 30 лет работаю в этой сфере. Режиссеру театра ТВИТ Ларисе Гелес был вручен знак заслуженного работника культуры Московской области за развитие самодеятельного художественного творчества в Ленинском районе. Присутствующий на совещании первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Вячеслав Лосаков высказал убеждение, что Ленинский район успешно решает поставленные задачи по повышению уровня и качества жизни своего населения.